Английская легенда Робин Гуд Английская легенда Робин Гуд Ног будем говорить сегодня на уроке? Правильно, сегодня мы будем говорить о героизме. Давайте вспомним, что такое легенда. Легенда – один из жанров фольклора, в котором повествуется о каком-либо историческом событии в сказочной фантастической форме. Произведение Робин Гуд тоже относится к жанру литературы, легенде Давайте познакомимся с литературным героем Робин Гуд, как говорится в балладах и легендах, жил во второй половине XII века, в Англии В те времена в Шервудском лесу, близ города Нотингем, укрывались разбойники Робин Гуд был вождем благородных разбойников, грабил богатых, отдавая отобытое беднякам В 1952 году жители города Нотингем выразили почтение защитнику всех угнетенных и установили памятник Робин Гуду На флаге графства Нотингемшир вы тоже увидите образ Робин Гуда Читая легенду, Робин Гуд, ты узнаешь новые слова Йомин – крестьянин, который вел свое хозяйство на земле, принадлежащей им по наследству Подложная бумага – фальшивый документ, подделка Кутила – человек, тратящий деньги на веселье Мод – тот, кто бездумно тратит деньги на развлечения Алчный, жадный, стремящийся к личной выгоде А также ты познакомишься с литературным приемом – метафорой Метафора – употребление слов в переносном значении Скрытое сравнение, когда одно явление или предмет Уподобляется другому на основании их сходства или контраста Робин Гуд Английская легенда, глава первая Много рассказов и песен сложено было в Старой Англии Про вольного стрелка Робин Гуда и его смелую дружину Притеснители народа дрожали при одном звуке его имени Неровен час подкараулит в лесу на дороге и пронзит своей меткой стрелой Но как Робин Гуд стал вольным стрелком? Вот послушайте Родился Робин Гуд в Ноттингемском графстве Неподалеку от города Локсли Отцом его был молодой йомин Вилли Имел Вилли небольшой достаток Были у него и дом, и коровы в хлеву И добрые кони в стойле Но все отняли жадные монахи из соседнего монастыря Сочинили подложную бумагу Будто должен им Вилли много денег И пришлось ему все свое добро отдать монахам Разве найдешь управу у нечестного судьи? Взял Вилли в руки дубину Крепко прибил монахов Когда пришли они гнать его из родного дома И навсегда ушел в зеленый лес Вольный лес вместе с женой и маленьким сыном Хороши леса в Ноттингемском графстве Богаты они дичью Пасутся в них стада оленей Водятся в чаще дикие кабаны Но самое главное, дают леса верное прибежище Гонимым людям Растет в лесу маленький сын Йомина Вилли Крепкий он, как молодой дубок Веселый и улыбчивый Хорошее имя дали ему родители Робин А после люди и прозвище добавили Стали звать его Робин Гуд Молодой Вилли научил своего сына всему, что умел сам Хорошо стрелял Вилли из лука А Робин еще лучше Глаза у Робина были зоркие, как у сокола Ноги быстрые, как у оленя Уши чуткие, как у ночного филина Вырос Робин Гуд И тоже стал вольным стрелком Один за другим приходили к нему в Шервудский лес Смелые люди Кто бежал от неволи Кто от голода Кто хотел посчитаться с ненавистным обидчиком Понемногу росла дружина вольных стрелков Много рассказов о Робин Гуде И его славной дружине Сохранилось в памяти людей Ребята, вы прослушали первую главу легенды А теперь я предлагаю вам выполнить учебное задание Прочитай внимательно отрывок из легенды И подумай Хороши леса в Нутингемском графстве Но самое главное Леса дают верное прибежище гонимым людям Приветствуем тебя в нашем вольном лесу Зелёном лесу Объясни смысл выделенных слов Приведи примеры метафоры Чтобы найти в тексте метафоры Надо найти слова Использованные в переносном значении Если у тебя всё получилось Молодец! Прочти самостоятельно вторую главу Используя чтение с пометками Читая, подумай О положительных и отрицательных качествах героя произведения Чтобы увидеть художественный образ литературного героя Предлагаю составить сравнительную таблицу Робин Гуд Герой или злодей Выделим положительные качества героя произведения Отдавал добытое беднякам Защищал всех угнетённых и обманутых Верность своим товарищам и собственным взглядам Был храбр и отважен Отрицательные качества Грабил богатых и лживых людей Хитростью отбирал деньги у алчных По таблице мы видим Что его отрицательные поступки Исходят из хороших побуждений Следовательно, для народа Робин Гуд является героем Составим сингвей Робин Гуд Кем же был Робин Гуд? Он был справедливым и храбрым Защищает, помогает, наказывает Стал Робин Гуд вольным стрелком Герой Итак, подведём итоги урока Если тебе тема осталась непонятна То ты на первой ступеньке Если ты усвоил новые знания Встань на вторую ступеньку Если ты научился применять свои знания на практике Поздравляю! Ты на третьей ступеньке На этом урок окончен Желаю успехов!